Представьте себе, что у нас тут есть такое уравнение, и это уже никакие не контейнеры, а просто x и y любые целые числи. Как решать это уравнение в целых числах? Никто не знает, да? А между тем и тем же можно и решать. Итак, задача. Найдите с ним все решения в целых числах. То есть мы, больше что, нашли все решения в целых неотрицательных. Получилось в игре к равной 9 и в самой 12. А вот представьте себе, что нужно найти все. Как в таком случае делать? Ну, смотрите. Вы понимаете, что до этого места вообще-то было неважно. Целые, если целые, не отрицательные. То есть до этого места можно считать, что у нас все хорошо. Единственное, надо помнить, x равняется, чему нам x равняется, 4а, правильно? Вот, итак, x равняется, 4а, а уравнение вот такое. Вот это, тут уже не очень интересно. Потому что у меня должны любые, а здесь лучше сильные использовать. Хотя, вот это вообще-то интересно. Это то, что называется частное решение. Господа, вот, очень важно понимать. У этого уравнения бесконечно много решений целого числа. И мы сейчас с вами найдем эти самые решения все. То, что здесь вот написано, а равна 3, у равно 9. Это одно решение вот этого уравнения. Понятно? Так вот, дальше есть два способа. Один способ. Я продолжаю изображаться наивным школьникам и дорешиваю задачу. Другой способ. Я рассказываю, как, ну, в общем случае, это делается. Давайте сделаем эту иду. Сначала я продолжаю прикидываться наивным школьникам. Прошу? Итак, наивный школьник получил такое уравнение. 4у это 75 минус 12а. Смотрите, что он тогда говорит. А обязательно нечетное число. Согласны? А обязательно нечетное число. Знаете ли вы формулу для нечетного числа? 2а плюс 1, что такое число. А это 2 умножить на какое-то целое число, это учитывается. Согласны? Да. Если бы четное число, то было бы а равно 2b, что делится на 2. Нечетное, значит, получается, из четного числа прибавление 1. Ну, или если будет вычитание 1, не важно. Так, нормально? Так и давайте просто в уравнение подставим. Вот у нас есть уравнение 4у равно 75 минус 13 умножить на 2b плюс 1. Ну, раскрываем струк. 4у это 75 минус 26b минус 13. 75 минус 13, как вы помните, это 62. И на 2 делим получаем уравнение. 2у это 31 минус 13b. Все ли понимают, что b это опять нечетное число? Ну, замечательно. Так пишем, b это 2c плюс 1. Так же написывается, ничего нечетное? Ну, да. Подставляем. 31 минус 13. 18. 18. И на 2 делим получаем. 9. 9 минус 13c. Ребята, а это уравнение уже написано так, что проще не скажешь. Берешь любое целое число c и получаешь такое y. Правильно? Это уже понятнее не скажешь. Все, y известная, здесь известная цель. Все. Теперь, ну, c это замечательно, но b это 2c плюс 1, так? Хорошо. А а что такое? Это 2b, а b это 2c плюс 1. Вот так, правильно? То есть, на самом деле, это 4c плюс 2c плюс 2c плюс 2c. А x это что такое? Помните, x это 4b. Это 16c плюс 12. А y это 9 минус 13c. Давайте я еще раз напишу. x 16c плюс 12. y это 9 минус 13c. c любое целое число. Вот какое целое число не возьми, получаешь ответ. Добавляйте, пожалуйста, внимание. Ответов бесконечно много. Понятно? Ответов бесконечно много. Тот, который соответствует неотрицательным чиселам, это пара 9 и 12. Почему? Потому что если c возьмешь единицу или больше, то y становится отрицательным. А если c возьмешь минус единицу или меньше, то вот это будет отрицательным. Единственный способ, чтобы оба числа были неотрицательные, это взять c равно 2. Так? Решил равнию? Почему я назвал это способом школьным? Потому что я все время пользуюсь тем, что число были четные и нечеты. Правильно? Прочее говоря, тем, что вот этот коэффициент при y, это была степень числа 2. Ну, вообще-то, вам могли бы написать уравнение, в котором у меня выходити бы не было. Представьте себе такое уравнение. 13x минус 95 милль равно 64. И где здесь четкий коэффициент? Нет здесь четкого коэффициента. Здесь четкость, что называется, ни при чем. Поэтому, хотя вот здесь, в конкретном этом случае у нас получилось, давайте мы все-таки считаем, что это способ нехороший тем, что он не общий. Как только коэффициенты станут чуть-чуть сложнее, у нас ничего не получится. А наша цель научиться решать все уравнения, в том числе вот такое. Я, поверьте, случайно переписывал эти коэффициенты. И способ решать такие уравнения настолько важен для математики, что у него есть специальное название. «Алгоритм Евклида». Евклида? Да. Это действительно один из самых главных и самых первых возникших в тематстве алгоритма. Давайте я сейчас расскажу. Ну, но только вот как. Сначала, у меня был маленький НСК, поэтому я боюсь, что сотрудники не останавливаются. Сначала я, господа, скажу вас слово, откуда здесь возникли вот эти вот 16 и 13. Это очень важная проблема. Дело в том, что так всегда при этих разуме. Вот смотрите, какое у нас вообще было уравнение. 13х плюс 16у равна у нас там. Так вот. Вот представьте себе, что я знаю одно решение для этого уравнения какое-то. А дальше я к х прибавлю 16, а из у я выжду 13. Скажите, пожалуйста, что-то изменится именно? Уравнение уравнение вот это и вот это. И одно и то же. Смотрите, смотрите. Вот расходится сколько? 13х плюс 13х плюс 13 умножить на 16. Плюс 16у минус 16 умножить на 12. Понимаете? 16 на 13 здесь плюсов, а здесь минус. Это уравнение относительно этого. Согласны? А это очень важно. Давайте я запишу прямо специально на этой доске. Замечательный совершенно способ. Как, зная одно решение, получать все. Здесь, посмотрите, перепишу вот это уравнение. Перепишу здесь. 13х плюс 16у равняется 300. И воспользуюсь тем, что у меня есть частное решение. Вы помните, чему равнялось х? Или не помните же? Х равно 16с плюс 12. Вот так? Да. Нет. Мне нужно одно решение. Не 16с, а одно. 12. Да. Вот так опишу. 13 умножить на 12. Хорошо. А у к чему равнялось? Делить 16 умножить на 1. Так. Понятно или непонятно? Понятно. И сейчас все, где есть нюанс, переношу в одну сторону. А все, где у меня есть 16, переношу в другую сторону. И возникнет такое равенство. 13 умножить на х. Минус 13 умножить на 12. Это 16 умножить на 9. Минус 16 умножить на 1. Все понимают? Отлично. Здесь выношу 13. Здесь выношу 16. И говорю, что вот эти числа взаимно просты. Сейчас это очень важно. Если бы я не позаботился об этом, то тогда сейчас бы у меня было хуже. Причем не сокращать. Господа, почему об этом еще не могу позаботиться? Да потому что если они не взаимно просты, то это тоже надо вывести и на него правую часть предъявить. Понимаете? Реально имеет смысл рассуждать взаимно простые числа. Это самое интересное. Замечательно. Они взаимно просты. И поэтому, вот если здесь есть 13, то вот эта часть должна делиться на 13. А здесь есть 16, x минус 12 должно делиться на 16. Так? Ну и замечательно. Если x минус 12 должно делиться на 16, то я беспокойно пишу, что x минус 12 это 16c. Где c какой-то там целое число. Именно это же вы говорите, когда делится на 16. На 16 должен быть целое, так? Замечательно. Сюда вот пишу 16c. Сокращаем на 16. И получается, что 9 минус y к чему равняется? 12. Сравните с ответом, и вы его ровно увидите, что это ну и есть. x это 12 плюс 16c. y это 9 минус 13. Понятно? Да. И ровно так вот делается этот ключ. Если у вас есть частное решение, то вы уносите вот так вот дальше. и получается, значит, настоящая проблема, как найти частное решение. Вот я вам написал случайно пришедшее полумбору. 13x минус 95c равняется 6c. Давайте я расскажу вам, как при помощи алгоритма решить этот проблему. 146c. Задача понятна? 14. 14. 16. 16. 16. 17. 17. 21. 22. 22. 21. 22. 22. 23. И, разумеется, огромное количество программ используют этот самый алгоритм. То есть даже если вы смотрите, что он ничего не делает такого типа, на самом деле очень часто внутри многих программ он работает, потому что это один из важнейших технических алгоритмов. Например, когда вы платите электронной карточкой, то алгоритм ингридов срабатывает огромное количество раз. Пока идет установление соединения между... Я сейчас покажу, как выполняется первый шаг в дальнейшем. Оказывается, выполняется очень просто. Надо взять и число 95 разделить с остатком на 13. Сколько раз надо взять 13, чтобы это было меньше, чем 95, чтобы больше было бы взять? Положено. Неверно. 8 умножить на 12 это 104. Слишком много. 7. Абсолютно верно. То есть я уравнение это так и напишу. 13х минус 91y минус 4y равняется 64. 91 это 13 умножить на 7. 13 выношу на скобки и в скобки мы делаем х минус 7y. И сейчас происходит замечательная вещь. И вот это называется один шаг. Пожалуйста, посмотрите все на доску. Евглида или Эвглида? И это зависит от того, когда вы это пишите. Просто в разное время иностранные фамилии по разным правилам записываются. И, например, какая-то фамилия Тор Ричелли. Бедненький. Бедненький. Тор Ричелли. Его иногда писали со мной ЭР. Иногда писали со мной ЭЛ. Понятно, да? Вот. Все варианты. Правила русского языка. То есть Э. То есть вот сейчас пишут Е. Было время, когда писали Э. Но, понимаете, спокойнее к этому относитесь. Потому что, понятно, что никакого особого смысла в этом нет. Просто есть иностранные фамилии. Их надо как-то записывать, да? Вот. Есть еще замечательная фамилия. Очень люблю ее. Был такой человек. Юльда. Смотрите. По-русски пишется Юльда. Пока все понятно. Как он пишется по-русски? Да. Первое. Понимаете, что в этом месте в принципе можно писать Ю, а можно писать В. Более-менее одно и то же. В этом месте можно писать Е, а можно писать В. Так вот. Все четыре варианта есть. То есть в разное время считали, что писать надо вот так, вот так или вот так. Да. Можно еще не писать В. Куда? Ну, после того, что надо писать. В. 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 Он резко уменьшился, правильно? Отлично. Как теперь дальше действовать? Тоже позже. z плюс 12z минус 4y равняется 4. Очевидно? 13 я взглянул с остатком 4. Получается мы из 13z отняли 1z. Давайте. z минус 4 умножить на y минус 13z равняется 64. И, разумеется, теперь нужно вводить новую у минус 3z обозначаем какой-нибудь gn. Уравнение переписывается. z минус 4n равняется 64. Господа, один из коэффициентов стал равен 1. Это означает, что, когда вы вместо n берете любое число, то z однозначно из этого уравнения определяется. цель что такое x 64 плюс 4n а можно вопрос? да вот это позже его еще раз называть вот все то, что я сейчас делаю называется алгоритм евганита алгоритм а алгоритм Вы хотите F передать? Писали и так, и так, ничего страшного. Вообще, ребята, вот эта идея единственно возможного написания, она вполне правильная. Потому что, конечно, мы хотим этого, мы хотим всегда единственного написания. А, кстати, для чего? Все понимают? Да. Чтобы ни в чем. Чтобы понимали все. Наши глаза привыкают каждое слово читать единственным образом. И почему все не любят неграмотных людей? Потому что текст неграмотного человека намного дольше читать. Вот когда вы читаете грамотный текст, то что-то все было по местам. Все замечательно. Как только неграмотным, вам приходится отдельно каждое слово выбирать, догадываться, что же он там имел в виду. И вот это с одной стороны. А с другой стороны, язык всегда меняется. Всегда возникают какие-то новые важные фамилии, новые важные явления и так далее. Поэтому постепенно язык всегда меняется. И так что очень трудно установить это единственное возможное правило. У меня получается фамилия, потому что на английском языке там получается ИСАЕФ, вот В, а может ИСАЕФФ, две буквы Р. Да, это да. Это бывают такие варианты. С фамилиями, да, с именами. Это тяжело. Так. Еще раз. По делу. Это все понимают? Угу. Так вот, ребята. Мы шли вот с этого уравнения. Начали вот отсюда. И все время упрощали. Уравнение становилось все проще, 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 проще. Мы дошли вот до этого места, потому что нас проще не бывает. Все. И теперь мы пойдем назад. По каким формулям мы пойдем назад? А вот по этим. Когда мы вводили обозначение, это произошло у нас по всему-то несколько раз, да? Но мы должны вернуться. Потому что в исходном уравнении никакой буквы Z не было. Мы, конечно, здесь написали, что Z 64000 выделил какими-нибудь звездочками уравнение. Вот это было вначале уравнение. Это уравнение, да? Вот это вот уравнение. Такое образование – это уравнение. Вот это вот опять уравнение. И вот это вот уравнение. Вы согласны? Да? А где у нас обозначение вводилось? Вот в этом месте мы ввели букву Z. Согласна? Так. И еще было место, где мы вводили обозначение. Монтангое. Вот в этом месте мы ввели букву N. Вот сейчас нужно по ним пройти назад. А именно. Что такое Y? Это N плюс 300. Правильно? Ну что такое Z? Написано 6434. Значит надо написать. Прямо так написать. 64 плюс 4N. Если раскрыть скобки, то получится окончательное выражение. 3 умножить на 64 – это 192. 3х4 – это 13N. Все. Мы обработали вот это в том же значении. Теперь последнее, что нужно сделать. Обработать вот это. Найти X. X. Для первых вопросов. X – это Z плюс 7B. То есть надо 192 плюс 13N умножить на 7. Так. Ну здесь конечно проблема. То есть нужно 200 умножить на 7. Будет 1400. И вычислить 8 умножить на 7. Вычислить 56. То есть будет 1344. Правильно? 1344. Дальше. Плюс 90. Стоп. По-моему я петрашусь. Так не могло быть, ребята. Так не могло быть. Так не могло быть. Так не могло быть. 1550. Я знаю, я знаю где я живу. У меня Z пошло. А вообще-то Z – это вот это. Согласны? Я не имел права здесь писать Z. Я должен был его заменить на это. Стираю и пишу. 64 плюс 45. Значит здесь будет никаких не 1344. А 1408. Согласны? 1408. И плюс 95. Почему я сразу увидел свою ошибку? Потому что я здесь получил неправильный, ну я увидел Z непонятное. И получил неправильный кекс. 95 оно уже из уравнения. И вот это вот 13 оно тоже из уравнения. Понимаете? И вот теперь мы все нашли. Y – это 192 плюс 13N. X – это 1408 плюс 95. Обратите просто внимание. Вообще-то вот этот вид записи не самый понятный. Я вам рассказываю. Я совершенно запросто могу, например, 1408 разделить на 95. Сколько будет в частном, сколько будет в остатке. Понимаете? 1408 делим на 20 тоже. Я могу здесь написать следующую штуку. 78 плюс 95 умножить на 14 плюс 1. Согласны? Да или нет? Да. 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 Отлично. А вот давайте здесь также. Сколько будет 13 умножить на 14? Ну 13 на 13 – 163. 182. 182. 182. 182. 182. 182. 182. 182. 182. И тогда формулы запишутся так. x это 78 плюс 95k. y это 10 плюс 13k. Согласны? Да, нет? Да. Это более простой, согласитесь. То есть я вместо 1408 и 192 из этих чисел получил числа меньшие. Но с другой стороны, и дай-тофу. Если подставлять любое целое число, то мы получим. Все понятно? Да, и нет? Да, понял. Молодцы. Молодцы. Значит, мы с вами решили вот это управнение в целом числе. Решений бесконечно много. Как сейчас быстро проверить, правильно надеялись? Ну, надо просто подставить. 78 умножить на 13, а 95 умножить на 10. Вы какой-нибудь купе отрезь по-другому? Да. Пожалуйста, будете прямо так подобрать? 13 умножить на 78. И скажите мне, сколько это будет? 1014. Сколько это? 1014. 1014. Ну, а 95 умножить на 10, это 950. Так, разница 64.